А это рабочие места для как раз руководителей групп, которые здесь будут дежурить, сменяя друг друга на протяжении трех суток. Этим стульям пустовать еще два дня. 17 числа на них разместятся руководители групп наблюдателей. Все знают, кто, кого и когда сменяет. Толпы не создадут, карантинные ограничения не позволят. 16 числа будет проходить тестирование системы. Мы будем взаимодействовать как внутри региона, так и с общественной палатой Российской Федерации. В задачи рабочей группы общественного штаба наблюдателей будет входить мониторинг и контроль за проведением выборов. Всего там 15 человек. Эти люди – руководители общественных структур, объединений, лидеры мнений, журналисты и многие другие. Задача наблюдателей – способствовать тому, чтобы не было никаких нарушений в ходе голосования. Четкие данные инструкции, в каком случае что является нарушением. Действия наблюдателей. Рядом рабочие места для наблюдателей от каждой из 14 партий. Они сами будут решать, за каким участком вести наблюдение. Есть и новшества. Если раньше наблюдение шло через небольшой экран монитора, то теперь ситуация изменилась. Здесь установлено 8 больших экранов. Это новшества текущего года. Общественный штаб Рязанской области по наблюдению за выборами в Государственной Думу 2021 появился еще в марте. Тогда начали создавать рабочие группы и стартовало обучение. Всего прошло 33 урока. Некоторые участники сменяют других по разным причинам. Поэтому основной этап подготовки завершился только на прошлой неделе. Мы находимся сейчас в зале, который в дни проведения выборов будет работать как пресс-центр общественного штаба Рязанской области по наблюдению за ходом голосования. Здесь в течение всех дней голосования 17, 18, 19 числа будут проходить пресс-сессии. Штаб будет работать не только удаленно. Наблюдатели будут сидеть и на избирательных участках. Также следить за прозрачностью выборов и помогать в случае каких-либо нештатных ситуаций. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.